Медиагруппа Авангард представляет Я занимаюсь исключительно решениями Макафи, поэтому моя тема непосредственно связана с одним из интересных новых продуктов данного вендора. Но мне, честно говоря, вот я на этом форуме первый раз, имел несколько интересных бесед, и у меня появилось несколько, ну они, может быть, не очень новые эти мысли, но они у меня так выкристаллизовались хорошо в голове, в части облаков, в части защиты облаков, защиты рабочих нагрузок. Опять же, что есть в облако? Вопрос довольно дискуссионный. На одном из форумов вендора, который проводил он в Европе, в общем-то, этот вопрос поднимался, вопрос, а используете ли вы облака, заданные вендором в Европе, никто не поднял руки. Но когда спросили, есть ли у вас мобильные телефоны, в карманах был лес рук, естественно, да, и как бы все эти приложения, которые мы эксплуатируем каждый день, это по факту облачные клиенты, клиенты облачных сервисов. Поэтому хотим мы этого или нет, наши заказчики, фактически я являюсь заказчиком нескольких банков, мы используем облака, мы используем ваши сервисы, которые, собственно, ну, мне лично, как заказчику банка, хотелось бы, чтобы были удобными и безопасными. Здесь вот много говорили про биометрию. Я, честно говоря, не сдал свою биометрию в один из банков, который усиленно меня просил это сделать. При этом я даже отозвал свое согласие, которое я не давал этому банку. Ну, как бы вот такая коллизия происходит иногда, потому что я просто не понимаю, как это вот мне, как консюмеру, мне непонятно, как это работает и почему с меня снимают слепок без моего ведома и куда-то передают в процессинг. Мне от этого становится страшно. Опять же, любому айтишнику или безопаснику, который занимается вопросом информационной безопасности, процесса информационной безопасности внутри его ведомства, тоже страшно, когда возникает вопрос, что, ну, нам необходимо как-то двинуться в облако, да, а зачем нам двигаться в облако в принципе? Ну, можно же остаться на земле, остаться в своей изолированной инфраструктуре и чувствовать себя, в общем-то, прекрасно защищенным в своем муравейнике, все хорошо. Но, как я сказал, я заказчик банка, мне хочется, чтобы продукт был удобный, безопасный, и мне хочется хотеть этот продукт использовать. Потому что если я его не буду хотеть использовать, ну, как бы не будет рынка, не будет ничего. А чтобы мне хотелось использовать это решение, люди, которые его пишут, должны хотеть его писать, то есть им должно доставлять это удовольствие. Так вот, один из тезисов, который я услышал, он не новый, он стар, как вся наша жизнь, не пущать и запрещать. Да, вот нам проще все запретить, все телефоны отобрать, все ноутбуки переформатировать, ничего туда не вставить и пускай люди работают. Мой вопрос, а как тогда работать, остался без ответа. То есть, как бы, ну, как-то. Поэтому в любом случае движение в сторону удобства, движение в сторону каких-то удобных сервисов, которые нам предлагают и зарубежные вендоры, и отечественные вендоры, оно необходимо, и оно будет. Хотим мы этого или нет, это движение будет. Понятное дело, что вот крайне депрессивная позиция, когда мы хотим остаться на земле, ничего не развивать, быть в своем коконе, у нас есть периметр, есть периметровая защита, есть какие-то там антивирусные, возможно, решения. Внутри этого периметра все хорошо, это крайняя позиция. Есть другая крайняя, давайте мы сейчас все откроем, все двери, пойдем во все облака, начнем все это дело использовать, повышать продуктивность наших разработчиков, наших менеджеров, наших заказчиков. Это другая проблема, когда у нас появляется огромное количество новых векторов, которые нужно как-то закрывать, какие-то новые решения нужно использовать, куча рисков. Есть более, скажем так, демократичный подход, да, и опять же, на самом деле сегодня его используют практически все. Это использование своих частных облаков, своего собственного частного облака, там какой-то там сот где-то построенный, один, два, три, пять, неважно, арендованные какие-то полки или сервера, это абсолютно реальность, которая уже давным-давно свершилась, я думаю, вы все это прекрасно понимаете. Ну и, возможно, передача какая-то частичная инфраструктура в какие-то, возможно, публичные облака. Благо, у нас в России тоже эти облака есть, так или иначе этот рынок развивается, и ас облаков, поэтому, в общем-то, здесь двигаться можно. И, собственно, движение, по факту, происходит вот примерно таким способом, да, у нас классическая инфраструктура, да, изолированная или там распределенная, но в целом с явным очерченным периметром, да, который мы четко осязаем, четко понимаем, где он, что он. Следующий шаг, нам необходимо как-то трансформироваться, нам в наших, скажем, стенках становится тесно, нам нужно расширять нашу инфраструктуру, мы строим свои цоды, мы арендуем какие-то мощности, мы, собственно, подключаемся куда-то, платим за это какие-то деньги. Это вторая история с частным облаком, да. Трансформация инфраструктуры уже в, скажем так, в публичные облака, когда мы понимаем, что наших ресурсов уже не хватает, у нас не хватает команд, но есть какие-то там архитекторы новомодные, облачные по инфраструктурам и ас, и мы, в общем-то, начинаем смотреть на какие-то публичные облака типа и ас, там, Azure, Amazon, Google Cloud, их, в общем-то, довольно много. Яндекс, Mail.ru, не принципиально в данном случае, это, в общем-то, все однотипно. Поэтому движение есть, но у этого движения, как я сказал, есть риски, опять же, огромное количество новых векторов, новых возможных уязвимостей, которые нам нужно как-то закрывать, как-то контролировать, эти риски должны быть нам четко известны, мы должны их четко понимать и быть в состоянии их митигировать. Мы понимаем, что если у нас новые решения, и обычно возникает некий гэп, то есть нехватка информационная, нехватка контроля, то есть мы понимаем, что у нас где-то в облаке развернуты какие-то рабочие нагрузки. А что такое рабочая нагрузка? Ну, я думаю, все понимают, да, это виртуальная машина, контейнер, в данном случае это не принципиально. То есть что-то там развернулось, что-то там остановилось, каких-то новых виртуальных машин там накрутили наши разработчики, девопсы там, возможно, что-то нагородили, и, в общем-то, у них процесс довольно сложный, девопс-процесс, в общем-то, хорошо развит в мире, это не столько автоматизация, сколько реально процесс, и там нужно очень много всего разворачивать, и это безопасности нужно как-то контролировать, ну, хоть какие-то инструменты для этого иметь. И, в общем-то, либо безопасник – это клевый девопс, что, ну, не всегда реально, потому что человеку нужно очень много тогда разбирать информации и согласно комплайенса, и согласно каких-то лучших практик девопс, это, в общем, довольно сложная история, это обычно выделенные специалисты какие-то. Опять же, у нас увеличивается стек решений, да, здесь тоже риск довольно простой. Больше решений, больше органов управления, больше нагрузка на текущую команду, мы либо расширяем команду, увеличиваем затраты на эту команду, у нас появляется большое количество новых консолей, это риск, да, больше трех консолей уже довольно тяжело, в принципе, когда постоянно открыто. Опять же, традиционные подходы, ну, мы все вышли, да, из периметра, да, мы прекрасно понимаем, что у нас там есть email gate, web gate, там ngfv-шки стоят, ну, как бы все хорошо, но этот подход при подобной трансформации может давать сбои довольно часто, и довольно много их может возникать, просто потому что мы ту инфраструктуру, ну, никак не контролируем. Ну, это совсем, конечно, такой выраженный случай, но в целом чаще всего так и происходит. Есть вендора, их много, которые предлагают защиту облаков, понятное дело, но опять же, это еще один риск, еще одно решение, еще одна консоль, еще один специалист, или, возможно, увеличить нагрузку на текущего специалиста, а он и так спать хочет, кофе ему уже явно не хватает. И вся вот эта вот ситуация, весь этот набор рисков по факту приводит к инерционности процесса безопасности, да, потому что мы понимаем, что бизнес говорит, товарищи, давайте развиваться, давайте делать бизнес, давайте зарабатывать деньги, собственно, консюмеры ждут, они хотят от нас наших сервисов. Говорят, подождите, у нас есть регулятор, у нас есть правила, у нас есть список решений, список подходов, вот мы только это можем делать, но вот сейчас у нас происходит некая трансформация, мы можем потихонечку начинать что-то куда-то разворачиваться. Инерционность. Инерционность тоже довольно большой риск, и именно из-за нее возникает конфликт интересов, да, там, это притчевые языцах, там, IT, ИБ, конфликт, ну, где-то бывает, где-то нет, где-то это один и тот же человек, где-то это, там, 20 разных людей. В любом случае, даже в рамках одного человека иногда возникают внутренние конфликты, это, в общем-то, довольно частая ситуация. И вторая история, которая мне, в общем-то, ну, тоже показалась довольно такой интересной, это разграничение обязанностей. В принципе, то, что вы сейчас видите на слайде, это, ну, в общем-то, не новая модель распределения ответственности в случае использования того или иного решения в сфере инфраструктуры. То есть, если мы используем полностью свое решение, там, частное облако, там, свой ЦОД, то все, естественно, ложится на нашу команду, да, то есть мы и физическую безопасность, безопасность инфраструктуры, сети, приложения, операционных систем, контроль доступа, данные, все это должны контролировать конкретно мы. Но это же наше, это наше частное облако, поэтому это все ложится на нас. Когда мы начинаем переезжать, там, на инфраструктуру арендованную, здесь тоже возникает, вот как раз был показательный момент, ну, окей, хорошо, у нас есть айтишники, у них гипервизоры, они все там как бы закрывают, у них все как бы там хорошо, мы это по умолчанию принимаем. У нас там есть приложения, в этих приложениях есть данные, мы контролируем доступ к этим приложениям, мы контролируем данные в этих приложениях. Мой вопрос, а что делать с операционными системами, с гостевыми операционными системами, которые там крутятся? На что мне был дан ответ, ну, он не очень, скажем так, печатный, но режиме вот такое, всем все равно. То есть никто этого почему-то не контролирует. А почему? Ну, потому что виноват, если что, будет айтишник, это мне вот прям так сказали, поэтому пока он работает в компании, все нормально. А когда он уволится, ну, проведем аудит, все переделаем, там, а если произойдет бридж, то есть утечка какая-нибудь, ну, как бы, всем все равно. А, честно говоря, вот это вот не пущать и запрещать и всем все равно, меня расстраивает. Но, опять же, это не новая история, да, это как при царе Горохе. Я вот сразу вспомнил интервьюзию Аркадия Райкина, недовольный заказчик ателье, который пришел там в ателье, у него там один рукав такой, другой сякой, там, есть швы все по краям. И Райкина спрашивает, я вот лично пришивал пуговицы, к пуговицам претензии есть, нет, пуговицы пришиты намертво, не оторвешь, все. Вот и здесь примерно такой же подход, на самом деле он крайне, ну, что ли, скажем, неаккуратный и опасный. Потому что мы можем выпустить из виду какую-то важную часть, в частности, безопасность операционной системы, просто хотя бы патчи там все стоят. А что там внутри этих, внутри нашей инфраструктуры происходит? Как происходит движение трафика горизонтальное, да, там, может быть, уже давно у нас там Петя что-нибудь шифрует. Откуда мы знаем? Мы это смотрим? Нет, а зачем? У нас же есть инфраструктурщики, у нас же есть виртуализация, у нас там есть айтишники, которые все сделают. То есть это должен кто-то как-то контролировать. При этом прекрасно понятно, что ни один, скажем так, здравомыслящий администратор сервиса внутри компании не даст административный доступ человеку со стороны, будь он хоть там три раза безопаснее. То есть он будет максимально этому противодействовать. Решения компании Макафи, которые есть на текущий момент на рынке Российской Федерации, позволяют закрывать, в принципе, все основные моменты, начиная от безопасности пользователей данных и спускаясь, ну, на физику, конечно, рассчитывать не стоит, но инфраструктуру контролировать при помощи этих решений можно. При этом эти решения позволяют построить, ну, в общем-то, тот самый процесс замкнутый, да, от защиты до обнаружения, исправления и обратно к защите. Причем здесь рассматриваются как публичные инфраструктурные облака, так и частные. Не знаю, кто-то у нас в России очень любит кластеры кубернет разворачивать и с ними там замечательно развлекаться. Пожалуйста, можно контролировать и эту систему оркестрации. Если у вас есть СОДы там на VMware, есть на OpenStack, может быть, пожалуйста, никаких здесь ограничений у вендора нет. Опять же, контроль безопасности сетевой тоже в полной мере реализован. Ну, собственно, чтобы здесь долго не останавливаться, такой красивый, конечно, слайд, но информации у него слишком много, по-моему, перегружен. Конкретно к решению, о котором я хотел рассказать сегодня, решение называется Cloud Workload Security. По факту это решение класса CWPP, Cloud Workload Protection Platform. Буквально пару месяцев назад одно из аналитических агентов, Forrester, по-моему, выпустил отчет, где это решение было признано одним из лидеров на текущий момент в данном классе решений. Есть отчет с аналитикой, то есть плюсы-минусы этого решения, поэтому если есть интерес ознакомиться более детально с независимым исследованием, я думаю, мы кавуарно можем, собственно, это обсудить, в общем, это не секретная информация в любом случае. Собственно, основные задачи, которые покрывает это решение, ну, первое, это, естественно, обнаружение и визуализация ваших рабочих нагрузок. Ну, по факту провести просто аудит того, что у вас есть. При этом все это дело выдается в виде понятному конкретному человеку, обычному человеку, да, в виде списков, систем, с их инвентаризационной информацией, то есть какое программное обеспечение установлено, какие security policy прикручены, если это какое-то публичное облако, какие патчи установлены, если стоит специальный полиси-аудитор, в общем, там довольно большое количество информации можно получать довольно быстро. Буквально, ну, вот, когда я знакомился с этим решением, там, полгода назад, мне заняло подключение к ММВ-центру пять минут. Я получил информацию о всех своих нагрузках, получил информацию о тех операционных системах, которые защищены, которые нет. Нет, я получил необходимые девопс-скрипты, чтобы развернуть необходимые средства защиты в рамках этих рабочих нагрузок. В общем, решение довольно, скажем так, юзер-френдли и понятное для использования просто обычного айтишника, безопасника, то есть вот типа меня. То есть я не могу сказать, что я там семипядий во лбу, что-то много чего знаю. Нет, я обычный человек вполне себе. Это решение позволяет визуализировать сетевые взаимодействия в рамках ваших облачных инфраструктур. Об этом я чуть позднее подробнее расскажу. Ну и, естественно, это фишечка Макафи, в принципе. Все управление за этим решением, за всеми облачными нагрузками, за всеми вашими онпрем, возможно, конечными точками, которые вы решите защищать при помощи решения Макафи, осуществляется через единую консоль оркестрации, e-policy-оркестратор. То есть у вас не появляется 10 новых консолей для защиты той или иной части вашей инфраструктуры. У вас все сконцентрировано в одном окне, по факту. По поводу обнаружения визуализации. Ну, в целом, я, в общем-то, уже рассказал, да, есть возможность подключения через API в довольно большой набор облачных и не очень инфраструктур. При этом он сейчас активно расширяется. Буквально 26 февраля на конференции RSA у Макафи будет довольно большой пресс-релиз, связанный как раз с новыми возможностями этого продукта. Я специально не затрагиваю еще одно решение Макафи InVision Cloud, которое является решением в классе CASB, который дополняет это решение. Почему особо сильно не акцентируем? Потому что они будут интегрированы. Это будет он прям безопасность в рамках вашего периметра, но с возможностями того решения, которое сейчас у Макафи есть в облаке. Помимо, ну, такой юзкейс тоже довольно интересный. Я вот, моя ферма, небольшая, там буквально пару серверов, один в Центр. Мы с моим коллегой используем его, там, каждый для своих нужд, ну, просто как бы, чтобы утилизировать ресурсы лучше. Я обнаружил все наши реально рабочие нагрузки в рамках нашего демо стенда и пару виртуалок, которые занимались майнингом. У меня приятель просто увлекается, ему там интересно всякие эксперименты проводить. То есть история с Shadow IT здесь тоже покрывается довольно неплохо. То есть IT-шник, у него там много всего в его ферме, да, там ни одна, ни один десяток иногда виртуальных машин. Соответственно, возможно, про какие-то он уже просто и думать забыл, и что они там делают, он просто уже не знает. В этой консоли это все будет видно. Самое главное. То есть даже если то, о чем мы забыли, и оно еще работает, а может быть даже и не работает, мы все равно это все увидим, и сможем это как-то контролировать, изолировать, отключать, удалять, в общем-то, эти возможности все есть. Здесь стоит также отметить возможность, опять же, интеграции с сервером оркестрации Kubernetes. О нем впереди будет, да, не конкретно о нем, а по его возможности будет слайдик небольшой. Собственно, как выглядит это? Я, в принципе, говорю, единая консоль, удобно, но это все немножко эфемерно. В целом, консоль Cloud Workload Security, как я сказал, является частью единой консоли оркестрации, E-police и оркестратор, то есть некий отдельный модуль, который построен по принципу Flow. То есть оператор работает в нем, то есть слева направо. То есть сначала он видит свои какие-то ассеты, свои какие-то активы, расположенные в каких-то там инфраструктурах, возможно, видит какие-то алерты от них, видит общую панель по количеству алертов, количество нагрузок, видит их информацию об их статусе, какие там приложения установлены, какие неустановлены. Далее он переходит непосредственно к ивентам, событиям, где уже подсвечен риск каждого отдельного события, где мы можем подсветить этот риск и в следующей панели по факту увидеть его детали. Не знаю, не установлены свежие апдейты винды. Например, сделали бенчмарк такой, что нам необходимо, чтобы это подсвечивалось как critical, или там не установлен антивирус, или еще что-то. То есть это все в едином окне. И следующим, фактически завершающим этапом этого потока действий является выполнение какого-то конкретного действия над этой нагрузкой. То есть мы можем его изолировать на уровне сети в рамках нашего виртуального цода при помощи микросегментации, который строится на базе Virtual NSP, это IPS-решение компании McAfee, о нем тоже будет разговор небольшой. Мы можем отключить эту нагрузку, можем ее приостановить, можем настроить, например, если она находится в публичном облаке, привязать ее к какой-то security группе определенной. То есть там действий довольно много доступно, и все это, самое главное, доступно в одном окне. То есть браузер один, окно одно, и просто прошлись этим флоу, и фактически оценили текущее состояние, которое имеет наша виртуальная инфраструктура. С точки зрения визуализации, ну опять же, я в общем-то уже сказал, все это максимально наглядно, в едином окне. Здесь, наверное, стоит, ну важный момент сказать, это довольно удобно, и многим это нравится, особенно когда на пилоте это показываем, это визуализация сетевых взаимодействий. Причем здесь детектируются сетевые взаимодействия как горизонтальные, так и вертикальные. Что такое горизонтальное и вертикальное распространение, в принципе, все понимают. С точки зрения облака вертикальное, это когда мы из интернета к облаку или из облака в интернет. То есть куда-то выходим за пределы нашего, ну скажем так, условного периметра нашего условного облака. Горизонтальное перемещение, это когда у нас между нашими нагрузками есть какое-то сетевое взаимодействие. Это все контролируется этим решением, все это видно здесь. Все эти сетевые взаимодействия подсвечены, исходя из уровней риска IP-адресов или риска сетевых портов. Ну, например, подключение из Китая по порту 3389. Ну, явно что-то здесь не то настроено, потому что подключение устанавливается, и оно уже висит довольно долго, и с ним надо что-то делать. Используя эту информацию, мы можем непосредственно разорвать это соединение, мы можем изолировать этот workload, мы можем его остановить. Опять же, действий довольно много. И самое главное, опять же, все это в том же окне, никуда переключаться не требуется. Как происходит изоляция, вообще при помощи чего происходит изоляция рабочих нагрузок в рамках данного решения? Здесь используется продукт Network Security Platform, его виртуальная реализация, это виртуальная IPS-сенсора, та самая IPS McAfee, только в виртуальном исполнении, которая была построена в первую очередь для использования в рамках виртуальных цодах. Это решение, которое может быть развернуто в режиме IDS, если вам нет необходимости превентить что-то, также совершенно нормально работает в режиме IPS. Если требуется превент, пожалуйста, оно прекрасно работает, при помощи него можно изолировать отдельный узел, отдельную рабочую нагрузку. А при этом стоит отметить, что поскольку решение было разработано непосредственно для подобных гибких, скажем так, инфраструктур, оно совместимо с девопс-инструментами для автоматизации и разворачивания, то есть, не знаю, тот же самый Ansible, Chef, пожалуйста, ваши девопсы могут его использовать, чтобы доставлять эти сенсоры именно в те точки приложения силы, где это необходимо на данный момент. Самое главное, что именно эта часть решения, Virtual NSP, оно не лицензируется по количеству этих сенсоров, их может быть сколько угодно. Вам главное понимать, что у меня внутри Coda есть 10 гигабит, вот, собственно, эту агрегированную полосу пропускания покупается общая лицензия, а сколько в этих точек поставите, это уже ваша, собственно, прихоть. Если у вас вдруг общая полоса пропускания вдруг уширилась, там расширилась, в Coda вам, не знаю, добавили себе гигабит, решение вам не будет строить никаких препонов, то есть, вы можете увеличить эту пропускную способность. Ну, понятное дело, что здесь нужно четко осознавать, что с точки зрения бюджетирования это хорошо бы заложить, конечно, в ближайшем будущем, ну, просто потому, что вендор, конечно, добрый, любит джентльменские соглашения, но, опять же, бизнес бизнесом, тут надо четко понимать. Но, опять же, если у вас есть моментальный пик, который необходимо покрыть, это покрывается без каких-либо там дополнительных звонков, писем, просим, выдать лицензию, этого всего нет, то есть, ваша лицензия покроет все ваши текущие нужды. Да, сенсоры, это тоже очень важный момент, когда у вас происходит какое-то управление политиками IPS, которое вам необходимо видоизменять, возможно, там, используете какие-то свои снортовские правила, там, новую применили, они применяются в режиме real-time, то есть, сенсор не гасится, трафик через него идет, он применяет текущие политики, там, миллисекунды происходит применение этих политик, и, соответственно, после этого применения уже новые политики начинают работать по текущему трафику. То есть, разрывов фактически никакого не происходит, то есть, там есть возможность именно онлайн обновления. Небольшой пример того, собственно, как это работает, ну, здесь пример по факту, по-моему, на AWS собран, у нас есть Cloud Service Provider, некий, да, есть некий балансировщик, есть наш VPC, но VPC – это виртуальная машина, есть несколько зон доступности, но, опять же, это просто региональное распределение, у нас одна виртуалка может там быть в нескольких зонах доступности. У нас, вот, этот контроллер, он отвечает за разворачивание этих виртуальных сенсоров в инфраструктуре, разворачивает он прозрачно, то есть, как только вы отправляете соответствующий управляющий сигнал, сразу происходит автоматизированное разворачивание, то есть, это, в общем, интегрируется с DevOps'ом очень хорошо. Трафик, поступающий из интернета в данном случае на одну из виртуальных машин, находящихся в одной зоне доступности, попадает фактически на сенсор, который отрабатывает уже заданную логику, либо IDS, либо IPS. При этом он генерирует соответствующую сработку, там, не знаю, алерт, разрыв, изоляцию – это все, что вы ему настроите. Ну и, собственно, продолжаем дальше работать. Его активность передается при помощи логов в соседнюю виртуальную машину, в систему управления, Network Security Manager, а из нее информация об этих сработках уже перетекает в e-police-оркестратор, который уже может быть развернут конкретно в вашей инфраструктуре, в рамках вашего локального периметра. Опять же, здесь пример амазоновский. Абсолютно идентичная история с ажуром чуть немножко отличается с локальными дата-центрами на базе VMware или OpenStack. Там просто нет контроллера, это все разворачивается другими инструментами. А по факту все это то же самое. То есть в целом, будь то вертикальное распространение или горизонтальное распространение трафика, весь этот трафик полностью контролируется при помощи проб хостов. В данном случае им выступает McAfee Virtual Network Sensor и, в общем, может осуществляться разрыв. Я обещал сказать про Kubernetes. Фактически, помимо инвентаризации рабочих нагрузок, ну, ваших контейнеров по факту или там приложений, эта система реализует помимо инвентаризации также и контроль сетевого взаимодействия. Разворачивается пот, специальный пот, он есть готовый внутри системы контейнерной виртуализации, который выступает в роли эфемерного прокси. И фактически все сетевые подключения, которые генерируют ваши контейнеры, они попадают туда, и при помощи этого узла мы уже можем конкретно настраивать правила микросегментации. Кому, куда, какому контейнеру можно. На текущий момент McAfee в конце прошлого года приобрел компанию NanoSec, то есть они спускаются еще ниже от микросегментации к наносегментации. Собственно, текущий этап у них это видимость сетевого взаимодействия между сервисами вашего контейнера. То есть внутри контейнера уже что можно посмотреть происходит на уровне сети. И не просто посмотреть, но и превентить, это тоже, если в этом есть необходимость. И этот функционал из облака постепенно будет спускаться в это он прям решение. Ну, в общем-то, самый жаркий год, это у нас 2020, и я думаю, тут будет много релизов не только у McAfee. В целом, с точки зрения DevSecOps, тут будет много интересного. И McAfee здесь, в общем-то, старается быть в лидерах. С точки зрения безопасности, организации защиты, ну, опять же, я уже большую часть описал. Это и помимо инструментов виртуализации, инвентаризации, аудита, каких-то сложных виртуальных IPS-систем, но опять же, в понимании это кажется сложным, хотя в целом это не настолько сложно, как может показаться на первый взгляд. Есть классические системы защиты, есть классический антивирус, который совершенно нормально работает на виртуальных машинах. Он для Винды, для Линукса, пожалуйста. Его можно разворачивать средствами McAfee и Policy Orkestrator, либо используя готовые DevOps-скрипты, просто запускать их непосредственно на этих рабочих нагрузках, есть там Винда или Линукс, в зависимости от операционной системы, будет свой скрипт. Защита от угроз нулевого дня. Ну, в общем, все то, что есть в портфеле McAfee, доступно и для защиты ваших гибридных инфраструктур. При этом еще тоже такой довольно интересный момент. Ну, все знают, что у McAfee есть антивирус, да, и большая часть из вас знает, как его удалить, наверное. Это, в общем-то, я даже не сомневаюсь. Но, к сожалению, почему-то мало кто знает, что у McAfee есть специальный антивирус для защиты средств виртуализации. Это совсем не новый продукт, это очень зрелый продукт. Он есть как для, скажем так, Hypervisor Agnostic, то есть непривязанный к гипервизору агентский режим, и есть безагентский режим для гипервизора ВМВ. Прекрасно работает при помощи специальной ноды оффлоуд сканирования, куда агенты или API специально передает данные для анализа. То есть мы избегаем при помощи этого решения штормов сканирования. Если нам кажется это слишком сложным, мы хотим классический антивирус, классический антивирус тоже имеет специальные инструменты для управления нагрузками сканирования и обновления этих модулей. Поэтому, собственно, все текущие решения McAfee для антивирусной защиты фактически позволяют закрыть любые ваши задачи в рамках гибридных дата-центров. Ну, по поводу упрощения здесь, в общем-то, все само за себя говорит. Все политики полностью настраиваются через единую консоль оркестрации и полиси-оркестраторы. Я уже несколько раз про это сказал. Эта консоль имеет открытый API, он документирован, он выложен в открытый доступ. Пожалуйста, изучайте, спрашивайте, то есть можете написать мне, я смогу вас проконсультировать по этим вопросам, как вам сделать ту или иную задачу, используя как раз API McAfee и полиси-оркестраторы. Опять же, API есть практически для всех продуктов McAfee, и он весь документирован и весь опубликован. То есть это не коммерческая тайна, это не ахти какой секрет, это, наоборот, инструмент для вашего, собственно, роста, для выстраивания вашей автоматизации и, как следствие, впоследствии оркестрации. Собственно, какие типы защит, в принципе, присутствуют подо мной? Это тоже у меня буквально, я имел там полчаса вчера разговора с одним из банкиров. Как лицензируется? Лицензируется по количеству рабочих нагрузок. Опять же, здесь мы говорим об активных нагрузках, есть различные варианты, есть там базовая защита, включающая в себя антивирус, хостовый firewall, хостовый IPS, тот самый Cloud workload, security, модуль аудита. Это базовая вещь. Если нам нужно чуть побольше, посложнее, нам нужна защита от нулевых, от атак нулевого дня, ну, допустим, неизвестных каких-то объектов с измененным хэшом, там, тех же самых. Есть модули машинного обучения, причем они могут работать как изолированно, так и в подключенной к облаку инфраструктуре. Есть возможность интеграции, опять же, с виртуальной IPS, как раз это дает вот этот комплект. Ну и максимальная защита, которая включает в себя, помимо всего прочего, и белые списки, и контроль целостности для серверных и клиентских операционных систем, которые у вас могут использоваться в ваших гибридных инфраструктурах. В общем, все, что вам требуется на текущий момент, уже есть. Вопрос, а что с этим делать? Посмотреть на это довольно просто. Мы можем провести легкую демонстрацию, там, не знаю, полчаса, час. Обычно этого достаточно, чтобы понять, что может делать продукт, что не может. Можем провести пилот, который, ну, наименее болезненный, как для вас, так и для ваших инфраструктурщиков. Он не требует никакого райт-доступа, то есть достаточно редун для режима к инфраструктуре. Вы проведете аудит всех ваших нагрузок, вы увидите все то, что происходит в вашем облаке, опять же в кавычках. Этот пилот занимает от недели до двух довольно быстро. Поэтому если есть насущная потребность проведения подобных активностей, просто понимание, что вам нужно, что вам не нужно из данных решений, собственно, это все сделать довольно просто и быстро можно, крайне оперативно. Все это разворачивается, опять же, в рамках вашего периметра, никаких облачных инфраструктур в данном случае не дергается. Собственно, все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»